В 80-е годы до н.э. то есть эпоха гражданских войн в Риме началась союзнической войной. Союзники это национальные меньшинства Италии. Они были завоеваны уже примерно 300 лет где-то. И им все 300 лет не давали гражданство, хотя они давно уже ассимилировались. Их постоянно гоняли на всякие войны в защиту Рима. На тот момент они были национальными меньшинствами, сохраняли они свои языки, оскский, омбрский и т.д. Языки у них были похожие на латынь, видимо взаимно понятные, но свои тоже. То есть они осознавали через язык свои идентичности, особенно они осознавали идентичность, поскольку им гражданство не давали. Еще Гай Грак и вообще все левые в Риме постоянно выступали за то, что им надо дать гражданство. Часто всякие лозунги левых перехватывали также правые. В принципе Марк Ливий Друс младший, он принадлежал партии оптиматов, то есть он был сенатором. Но придя к власти он осуществил реформы, в общем-то все те же, что и Гракхи. То есть он начал опять раздавать хлеб, раздавать земли и дать союзникам гражданство. Все его реформы свернули, Сенат отказался дать гражданство этим итальянцам, италики их называли. То есть они живут в Италии, но они не римляне, в связи с чем их называли всех италиками. Марка Ливия Друза убили, политическое убийство было, и италики соответственно восстали. Так как их не считали за людей, а на них налагали все налоги, все обязанности граждан, а они не голосовали. Они создали союз, который они называли Италией, с городами Каринфи и Бавиан, в качестве столицы, вот на карте видно. Они чеканили монеты, у них официальный язык был по всей видимости оскский. Но мало известно по этому языку, так как римляне все уничтожали. На первом этапе они нанесли ряд поражений крупных римлянам, римляне не знали, что делать. Но надо сказать, что даже Гаймари воевал в этот момент против италиков. То есть все-таки он был латин, все-таки он воевал за Рим, потому что он все-таки был римлян при всей его демократичности и левых взглядах. Хотя Гаймари считал, что тоже надо дать им гражданство. Но вот в этих условиях в 90-м году до нашей эры был принят закон о том, что все племена, которые не участвуют в этом восстании, им всем римляне не дают гражданство. То есть это этруски и умбры. И также римляне пообещали дать права гражданства италикам, которые в течение 60 дней сложат оружие, и также дать гражданство всем, кто живет из Альпинской Галии, то есть на севере Италии. То есть фактически они дали почти всем гражданство, кроме всех, кто против них воевал. Это привело к определенному расколу, потому что война как раз до гражданства велась. И удалось, к 88-му году до нашей эры, удалось римлянам победить этот весь союз. Однако на выходе все равно они, короче, обманули они италиков. То есть у них были трибы, был как типа избирательный округ. Было 35 избирательных округов для латинян, для людей латинской этничности, для римлян. А италиков, хотя их было довольно много, им дали 10 избирательных округов новых. Поэтому дальше основной лозунг и требование всех левых было распределить италиков по трибам. То есть в подлинной равноправии осуществить. Они сделали ряд избирательных округов специально для италиков, чтобы меньше они голосовали, меньше у них было влияния на власть. Кроме того, они продолжали всю политику аграрную. То есть они захватывали у них земли и раздавали о римской бедноте. Марий на почве этого всего, в принципе, опять становится актуальным. И власть захватывает на почве этого всего кризиса. В принципе, Марий воевал с италиками, но он был уже старый. И Плутарх считает, что он уже по причине болезни практически не участвовал в этой войне союзнической, хотя да, формально он на стороне был. Началась в это время война с Митридатом, о которой я позже расскажу. Видимо, Митридат счел, что раз уже время гражданские войны, то надо наступать. Причем Митридат активно наступал. Обострились конфликты между Марием и Сулой. Они там все обсуждали, кто же победил Югурту. То есть Сулла приписывал победу над Югуртой себе. А Марий, естественно, он был как раз главнокомандующим. То есть Марий считал, что он победил Югурту. На этой почве доходило там до драк. Между всякими сторонниками Марии и Суллы. Тем не менее Сулла, он как бы вот в этой войне с союзниками себя проявил. И он достаточно стал авторитетным. На всяческих выборах пошли драки. Опять и выступил Левый и Публий Сульпицей. Вместе с Марием Сульпицей всю ту же программу Левых выдвинул. Которая у них была. Распределение италиков по всем трибам. То есть фактическая полнота прав для национальных меньшинств. Возвращение всех Левых, которых когда-либо реврессировали. Исключение сенаторов, у которых долги больше двух тысяч динариев. То есть особенно задолжавших представителей аристократии. Прижать аристократов и назначить Гая Мария главнокомандующим. То есть Гая Мария, он в принципе засветился как левый лидер. Были личные сторонники Гая Мария. Как бы личная партия, которая за Гая Мария была при всех обстоятельствах. Ну вот они теперь еще с левыми опять соединились. Хотя Гай Мария и раньше был левый. И раньше в общем он у них в основном был популярен. У популяров он был популярен. Ну все, значит Сульпицей и Гай Мария объединились. Сула восстал и двинул на Рим шесть легионов. Против всего этого. То есть против прихода к власти объединенных Левых и Гая Мария. Значит они воевали. Мария и Сульпицей их разбили. Сула установил контроль над Римом. Объявил Мария и Сульпицей все руководство врагами народа. Впервые видимо термин брат народа это Сула ввел. Сульпицей его убили. Марий бежал. Его кстати там где-то в Африке значит он где-то был брошен всеми спутниками. Скрывался в болоте и там его нашли значит местные власти которые вроде как под Римом. Привели его голову в грязи в город Ментурный. И там варвар отказался убить. То есть они приказали местной власти убить Гая Мария. Так как Рим из Рима пришло указание убить Гая Мария если они его обнаружили. Вот какой-то варвар он отказался и выбежал из дома с криком что я не могу убить Гая Мария. Тогда местные власти раскаялись и посадили Гая Мария на корабль и отпустили его. То есть авторитет Мария был довольно высокий повсеместно. Поэтому убить его было довольно трудно. И в общем левые они правильно сделали что на союз с этим авторитетным популярным человеком пошли. Там еще известная история что Гая Мария в это время значит где-то на развалинах Карфагена скрывался. И об этом картины всячески есть как Гая Мария. И статуи есть Гая Мария на развалах Карфагена. Как бы вот так символично. Потому что Гай Мария он наследник Гракхов, наследник демократических идеалов Рима. И вот он как раз на разваленных условиях когда демократия в Риме скоро проиграет. В это время у Суллы тоже в общем все не совсем держится. Потому что против него опять все значит многие поднялись. Сулла, его там начали судебные процессы против Суллы. Сулла все это бросил, поехал с Митридатом воевать. А с Митридатом было все серьезно, Митридат наступал. Ну вот пока Сулла значит воевал с Митридатом. Опять значит Гай Марий собрал войска всех эмигрантов. Мавританскую конницу, потому что он воевал там в Маврии. У него там были среди бедуинов связи. Вот он собрал этих бедуинов. И как рассказывает Плутарх, он грязный и лохматый ходил по этрусским городам. Рассказывал, что он Гай Марий. И обещал всем дать равные права голоса. Ну вот известная вся программа их. Дать права гражданства полноценные всем этрускам и всем прочим меньшинствам. И таким образом этруски его поддержали. И там он набрал как раз войско 6 тысяч бойцов. Короче собрав всех нацменов и всех значит кто уважал Мария. Марий таки взял Рим, устроил там террор. Правда масштабы террора непонятны, потому что позднее естественно Сула пришел к власти. Они рассказывали, что Гай Марий жутко всех резал. Но кого-то да, там ответный террор тоже был. Потому что ранее был террор против левых, теперь они устроили террор против правых. Гай Марий был провозглашен консулом. Однако видимо вот эта вся беготня в эмиграции, вся эта беготня по болотам, она его подорвала здоровье. Также рассказывают, что он сильно много пил уже к тому времени. И в результате у него начался плеврит. И в 86-й год, в январе 86-го года до нашей эры, только придя к власти, Марий умер. Однако Марианцы остались. В это время еще получается 86-й год, то есть Марианцы контролируют Рим, а Сула, он получается контролирует те войска, которые воюют с Митридатом. Ну так вот про Митридата перехожу. Так, к Митридату идет война с Митридатом. В принципе она была уже понятна, потому что вот эти промежуточные зоны Вифини и Каппадокии, они переходили из рук в руки, временно там, на момент начала войны, там утвердились римляны. Но у римлян в тылу было вот это восстание национальных меньшинств Италии. И, значит, соответственно, греки, то есть понтийские греки, которых объединил Митридат, они думали, что римляне серьезных войск не подтянут. А в это время опять вот этот вифинский царь Никомет, он устроил опять провокацию, вторгся на территорию Понта. В результате началось резкое наступление греков, довольно быстрое, на все протектораты римские и непосредственно на территорию Римской империи, то есть вот в провинцию Азии. Имелся союз греков с армянами, поэтому я про армян тоже в этом клипе расскажу, про Великую Армению и Тиграна. Армяне фактически ударили там с юга, то есть они не на основном направлении наступали, как бы они предоставили Митридату с римлянами воевать, но фактически они всякие зависимые от Рима государства присоединяли и они обеспечивали тыл Митридату, то есть он знал, что со стороны Армении, то есть с востока и с юга никто не нападет там союзники. Поэтому Митридат очень быстро наступал, они заняли Азию, они решили поднять греков уже непосредственно в Греции, потому что Митридат это греки, это в принципе одна из последних войн греков с римлянами. Это оставшиеся греческие независимые царства, вот они там в Трабзоне где-то остались, с армянами договорились и пошли опять с римлянами воевать. Они захватили проливы, они продвинулись, Пергам провозгласили столицу опять, где было крупнейшее греческое царство, и непосредственно самой Греции, как правило, добровольно все греки перешли на сторону тоже Митридата. В 88-м году Спарта перешла, в 87-м году они уже дошли до Афины, и Афины тоже присоединились. В основном греки практически присоединились к восстанию фактически. В 87-м году в условиях, когда практически вся Греция занята уже Митридатом, то есть греки все восстали, начинается наступление Сулы. Сулы, тем не менее, с лучшими войсками Рима наступают очень быстро, то есть даже в таких условиях, когда фактически у него в тылу было восстание Мария у Сулы, а впереди у него были объединенные греки, Сулы победил. В этом плане да, то есть выдающийся полководец или политик, но это определенное чудо, потому что в условиях, когда время гражданской войны, и когда греки объединились, все-таки были все возможности у Митридата. Но так или иначе Сулам осадил Афины. 1 марта 86-го года до нашей эры Сулы взял Афины. Он их вроде как помиловал, не стал уничтожать, потому что большое значение культурного города этого всеми признавалось. Тем не менее, при штурме повредили город, разграбили, кстати, храм Аполлона в Дельфах по соседству Пифию, и не посмотрели на нее, что она такая страшная. Ну и другие греческие храмы разграбили, так как ему нужны были деньги на организацию войны. А из Рима ему ничего не посылали, потому что в Риме был Марий уже. Битва при Хиранеи, то есть там же, где греки ранее потеряли независимость, и битва у Архамена. Это вот две битвы, в которых греки опять проиграли. То есть он разбил войска Митридата в Греции, при Хиранеи в том числе. И затем начал резко наступать на Азию. Они, значит, начали торговаться с Митридатом. В результате Сула в целом подписал мирные условия в сохранении, то есть 20 тысяч талантов должен был Митридат выплатить и очистить все территории, которые он занял. Фактически, то есть громить Понт и громить Митридата до конца Сула не стал, потому что у него в тылу восстание этих марианцев. Ну вот там его поразгласили Суллу императором. Впервые этот термин встречается у Плутарха как раз относительно Суллы. Ну вот Дарданский мир. Это как раз мирный договор с Митридатой и Суллой фактически, потому что Рим-Суллу не контролировал. Это не договор Рима, это договор Суллы с Митридатой. Ну, фактически о том, что сохранятся те границы, которые были до войны. Вот на этом закончилась первая Митридатова война. Что касается Италии, тоже все было быстро и успешно у него. Он высадился на юге Италии, к нему быстро присоединились все сенаторы, которые были недовольны Леон Террором. Они ему предоставили определенные войска, у него была армия ребят, которые с ним воевали в Греции, хорошо там пограбили. Переходили на его сторону часть солдат и также в тылу осуществляли политические убийства. Эти все оптиматы. В общем, при поддержке оптиматов он разбил марианцев. Еще же сам Гай Марий, этот умер, за которого они все там, культ личности же его был. Лидер умер уже. И в общем, в связи со всем этим, прямо у стен Рима, произошло крупнейшее сражение, битва у Калинских ворот, в котором марианцы потерпели поражение. После этого, в 1982 году Сулла впервые стал диктатором, то есть начинаются времена империи. Он был проглашен бессрочным диктатором, что в принципе не имело оснований. Там на 6 месяцев только диктаторов проглашали, но они поменяли римское право. И у него было в принципе все. То есть он мог предпринимать любые действия. Практически он был царем, но поскольку Рим оставался республикой, это было оформлено как безвременная диктатура. При этом работали, продолжали все демократические институты, только любого могли убить по приказу Сулла. Ну вот начались проскрипции, то есть страшные все эти репрессии против всех левых, кто походил только на левых или на марианцев. За убийство какого-то проскрибированного, то есть включенного в списки левых или подозрительных на это, получали 40 килограмм серебра, а если раб, то он получал свободу. Развивалось доносительство, то есть все это спонсировалось, вывешивали списки всех этих проскрипированных и их убивали. Часто в проскрипции носили богатых людей для того, чтобы захватить им богатство и поделить. Поэтому Сулла и его соратники еще при этом страшно обогащались. Ни с кем он не советовался, самостоятельно составлял эти списки, то есть он считал, что вот эти такие-таки люди, все враги народа, левота и марианцы. Все, их надо всех пробивать. Негативно крайне все историки греческие и римские все это оценивают, то есть террор страшный. Наживались, значит, на этом все люди Суллы, которые просто, ну, примерно как комиссары Тавканской войны, просто ходили, грабили кого хотели. Чуть-чуть так же Гая и Иллюй Цезаря, будущего императора, тоже чуть-чуть не задело. И Сулла, короче, когда познакомился с Цезарем, с маленьким еще, он сказал, что в этом мальчишке много мариев. То есть Сулла, он сразу, не знаю, что по глазам, или как он увидел, что этот парень точно возглавит Римскую империю и предложил его просто убить. Ну вот его уговорили, что не надо. Вот это известная фраза Суллы, которую часто повторяют, что в одном Цезаре таится много мариев. В то же время он осуществлял популистские реформы, то есть он усвоил часть концепции левых о том, что нужно народ привлекать. У него были реформы, с одной стороны, на централизацию направленную, то есть он ограничивал демократию, допустим, институт народных трибунов, осложнял возможности занятий выборных должностей и так далее. Но в то же время он расширял свою социальную базу за счет того, что включал в Сенат, во-первых, всадников, то есть другие всякие группы правящего класса, тоже богатых, но не тех, которые не были они в Сенате, он их тоже включал потихоньку в Сенат. Также, значит, он тех рабов, которые принадлежали убитым римлянам, 10 тысяч рабов освободил, всех объявил римскими гражданами, назвал их всех Корнелиями, потому что у него родовое имя было Корнелия. И вот эти 10 тысяч рабов, они на народном собрании всегда голосовали за Сулу. То есть это в целом такой популистский у него шаг был. Из популизма тоже было много. Всех вот этих солдат, с которыми он воевал с Митридатом, потом победил Мария, им всем дали большое количество земли всякой. В том числе за счет вот этих проскрипций. То есть он и репрессировал активно, в том числе и представителей господствующих классов. За счет этого он активно давал землю своим, в том числе и бедным. То есть вот эта социальная политика у него, нельзя сказать, что однозначно там было только в интересах богатых, она была в интересах Сулы. То есть тех, кто ему служил, хоть рабы, хоть нищие, он их всех обеспечивал и кормил. А всех, кого он считал, что они его враги, хоть богатые, хоть какие, он их вообще убивал. В то же время осуществлялись конфискации земель у италиков, потому что италики поддерживали Гая Мария, он их, соответственно, не любил. То есть у национальной меньшинства Сула прижимало, конфисковывало землю у них. В 79-м году по непонятным причинам Сула отказался от диктаторства. Это уже немножко 70-е, но я все-таки немножко забегаю, потому что Сула человек 80-х. Сула в последние годы жизни, как рассказывают, давал пиры для всех желающих, для народа. И говорят, что там даже вываливали еду в реку и пили старое вино, потому что чересчур он там все еды страшно в количествах собирал на эти пиры, их даже не съедали. То есть демонстрировал потребление. Плутарх рассказывает, что у него болезнь была такая, что он весь покрылся вшами, и с него снимали этих вшей, и вши все равно размножались, размножались и размножались. Он много раз в день мылся, чтобы вымыть тело от вшей, но потом на нем снова появлялись вши. И так он умер. Возможно, вся история придумана политическим противником, потому что наши медики такой болезни не знают, и вши размножаются долго на самом деле. Может быть, это не вши, может, какой-нибудь кожаный там у него, или что у него было. В общем, по вот этому описанию непонятно, и, скорее всего, оно придуманное, потому что в древности они считали, что могут так быстро вши размножаться. Сула, по взглядам, говорят, был страшным мистиком. Он много был на Востоке, и там он всякими восточными культами заразился. Он был в Киликии проприэтором, среди армян, там, среди греков. Он там сильно нахватался, там были распространены всевозможные мистика. Вокруг него постоянно были всяческие маги, вражи и так далее. И всяческие символические действия постоянно предпринимал, считал, что он находится под покровительством богов. Но, учитывая его быстрые победы, он мог решить, что он избранный богами, раз все так быстро, внезапно, хорошо. Примерно в это же время происходит вторая Митридатова война, но она не особенно интересная. То есть, это, по сути, один из командиров Сула решил, что все-таки надо добить Митридата по собственной инициативе в Торксе. Его там побили хорошо, захватили опять римские провинции, некоторые. Потом Сула, значит, явился и сказал, нет, давайте все обратно. То есть, вернули опять все, как было по исходу этой Второй Митридатовой войны. Нужно сказать об Армении, которая как раз в 80-е сильно расширяется. Тигран II, Тигран Великий, создает крупное армянское государство, оно серьезно влияет на политику. Они заключают союз с Митридатом, они разделили, в 91-е и 87-е годы начали они с раздела Грузии, Грузию разделили между греками и армянами, причем ряд территорий существенных отошло армянам. После этого он занялся войной с парфянами, то есть с персами, фактически с Ираном. Он ранее находился там в заложниках, и он считал, что они ему должны, и за это надо захватить провинции, всякие Ираны, и захватил довольно много. В 88-е годы до нашей эры, это вот Тигран разбил царя Парфии, Готарза. Дальше, в принципе, в Парфии, там, видимо, какие-то кризисы были внутренние. История Парфии не в той степени известна, в которой написаны всякие римские истории. Поэтому получается, что я римские рассказываю. Я их почему рассказываю? Там написано много про это. Ну, вот там менялись постоянно цари, по крайней мере, по тем сведениям, что у нас есть. Видимо, там шли какие-то кризисы. То один придет к власти, то другой. Несколько лет держались, потом снова новый. И под это дело наступали армяне и захватили значительные территории Персии. На карте тут все есть. После этого Селевкиды, сирийское греческое царство, находилось в полном драе. Я про них не рассказываю, но там практически постоянно, каждый год какие-то гражданские войны. То один Интиох, то другой. Все в полном бардаке. В результате, всяким региональным правителям это тоже надоело, и они позвали армян, чтобы они там порядок навели. В значительной степени Тигран был в Сирию призван добровольно. В 83-й год до н.э. То есть пока Митридат от римлян отбивается, Тигран сильно усиливается. Он захватывает значительные территории Персии. Всю Сирию. Сирия практически сама присоединилась. В 83-м году до н.э. Он вошел в Антиохию и проразглашен был также царем Сирии. Образовалось крупное государство, которое включало Армению, Сирию. Позднее они добьются, чтобы евреи тоже признали, по крайней мере, над собой власть Армении, хотя бы так вот, как союзников или что-то такое в этом духе. То есть это крупнейшее государство Востока. В 80-е, в 70-е годы н.э. Это Армения. Вот она впервые точно является крупным государством, одерживает победы. И вот учитывая вот этот союз армян и греков, и учитывая то, что шла война сильная в этой самой Турции между римлянами и греками, она сопровождалась так же, как и обычно у греков, появлением всяческих местных авантюристов, которые там всех грабили, исходя из того, что там бардак, то они за римлян были, то они за греков были. В общем, плохо там было жить. Я о чем говорю, огромное количество людей зафиксировано, оно бежало из этих территорий в Армению, и они составляли потом у Тиграна определенные такие силы, на которых он опирался, потому что все-таки греки были развитым народом сильным, и большое количество иммигрантов из вот этих территорий в сравнительно спокойную Армению, она тоже помогала и укрепляла ее. В Китае довольно спокойно, там император Джао Ди, вот этот много лет царствовавший император Уди так бессмертия не получил, хотя он много магии употреблял, чтобы стать бессмертным, но прожил он долго. Какие-то все-таки они ему дали долгожительские способности, и у него последний сын родился в 62 года, то есть он длительно еще сохранял возможность детей рожать. Наследник престола поднял восстание, так как было сильным недовольством этим Уди у народа, как я уже рассказывал, он много грабил, и большие вот эти все войны и так далее, все это заканчивалось обнищением людей, и это понимали и местные власти. Наследник престола восстал, поэтому объявили наследником восьмилетнего мальчика, который родился, когда отцу было 62 года, вот умер в 70 лет этот Уди все-таки, и восьмилетний мальчик стал императором. Но при нем было тихо, он войн никаких не вел, он был маленький, видимо правило знать. Появлялись какие-то самозванцы, отбивались хуны, но в целом в Китае полное спокойствие наступило, все эти войны, вся эта магия, все эти страшные поборы прекратились, и считается, что это довольно спокойный период, 13 лет он брал, как раз в 80-е годы до нашей эры. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok